Девушки отдыхают Это предпоследняя игра нашего 10-го юбилейного сезона На эту игру я обещал вам маленький сюрприз Вот, пожалуйста, маленький сюрприз Сегодня играют самые младшие Игра пятиклассников Вперед! Справа Справа замечательные ребятки Улыбчивые, красивые, веселые, умные Самая главная из пятой школы города Жлобина С которыми работает Замечательный руководитель Илья Борейш Справа 51-я гимназия Гомельская И работает с детками Ирина Карпенко Спасибо им Ну и начнем мы с того, что я сразу так по-боевому обращаюсь К капитану Жлобинской команды К Данилу Супруну Правильно ударил твою фамилию? Хорошо Итак, Данил Знаешь, что у нас Донетка Самая первая игра Блеф игра Кого отправляешь в бой? От нашей команды пойдет Полина Так как она умеет лучше всего выбирать между да и нет Отлично, Полина, готовьтесь Денис Федорцов, капитан 51-й гимназии Капитан Гомельчан Ну, тут у нас пойдет, наверное, Артем Из-за того, что он все-таки Побольше по такой степени Понятно, хорошо сказал Итак, Полина против Артема Вперед! Итак, начнем мы Нашу Данилу, нашу блеф игру Нашу верю-не верю Начнем Верите ли вы, что первое в мире метро появилось в Америке? Нажал, прошу Да На самом деле, это заблуждение Первое метро появилось в Европе А именно в Великобритании, в Англии Первое в мире – это лондонское метро Теперь вы это знаете Продолжаем Верите ли вы, что в ягоде-клюкве есть лимонная кислота? Нет Как нет? Она практически вся из лимонной кислоты и состоит Играем Верите ли вы, что металл-бронза – это сплав меди и олова? Да Да, конечно И первое пять очков принес своей команде Играем Американское дерево секвойя может расти больше тысячи лет Да И снова правильный ответ Это огромнейшее дерево Верите ли вы, что древние римляне носили штаны? Ну, Полина Древние римляне штаны Что? Да Увы, они носили тоги, туники и так далее Штаны они считали, что должны носить варвары Теперь вы это знаете Ноль-десять, впереди Гомель Дуэль-игра, вперед Дуэль-игра Дуэль-игра Сейчас вы услышите темы пяти боев И решите, кто какую тему на себя возьмет Начнем Первый бой Это знают все Простые вопросы из разных областей знаний Второй бой Первые и вторые Третий бой Звери и птицы Вот любитель животных Готовьте Четвертый бой Имена и фамилии И пятый бой Числа и буквы У вас пять секунд Можете обсудить Вперед Итак, пятая школа Жлобина Жлобин Даниил На первый тур пойду я Прекрасно Денис На первый тур я Капитанский бой Вперед Это знают все Руку на кнопку Мысли привели в порядок Железный характер Кричат не фальстартни Да наш электронный сидя Строг, но справедлив И наблюдает за вами Неустанно Внимание Это знают все Так звучит название Первого летнего месяца Фальстарт у вас Фальстарт у вас И ваш соперник Может микрофон ответить Первый месяц Звучит Ну, это логично Июнь Молодец Хорошо Продолжаем Русская пословица Советует Готовь сани летом А телегу А телегу зимой Правильно Великолепно Украина Имеет выход К этому Цветному морю Фальстарт Ну, снова фальстарт Что же с вами, Даниил И у соперника есть шанс Украина имеет доступ К черному морю Имеет доступ к черному морю Это правильно А теперь от черного Переходим к бледному Эту бледную Похожую на сыроежку Ни в коем случае нельзя из лесу приносить Это опасно Бледное что? Поганка Молодец Прекрасно Ну и заканчиваем тему Заканчиваем тему Шутят Что этот хищник Всегда готов к уроку рисования Это животное Это белка 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 Это не хищник Она, в общем-то, грызун Итак Рысь Рысь Хищник Рысь Это правильный ответ Итак Тихо-тихо-тихо Капитан команды Жлобина Сумел взять 5 очков 5-30 Следующий бой Второй бой Первые и вторые Данила, кто готов у вас? От нашей команды пойдет Кирилл Так как он во всем первый Ух ты Так А Денис, небось, пошлет второго От нашей команды пойдет Соня Из-за того, что она у нас одна из самых умных Ой, отлично Вперед, ребятушки Вперед Пойдем Это жидкое блюдо С которого начинают обед Фальстарт Фальстарт У вас, Сонечка, фальстарт У соперника Чих-чих-чих Тема у нас первые и вторые Итак Суп А теме ваш ответ соответствует Как вы думаете? Первые и вторые Как тот же суп называется? Суп называется Суп, борщ и так далее Это первое Ответ должен соответствовать теме Играем Такие медали Получают спортсмены, которые заняли второе место Соня? Серебра Серебряные медали Отлично С этого месяца Начинается год Фальстарт Ну что же вы Фальстарт У вас и у Софьи есть шанс Январь Январь это правильный ответ Сиграем дальше Именно этот русский император Первым привез в Россию И подсолнечник И картошку Петр Первый Прекрасно Эта белорусская биатлонистка Очень редко бывала второй А вот олимпийской чемпионкой Она была аж 4 раза Дарья Домрачева И это правильный ответ 10-45 Гумель пока впереди Но 5-я Жлубинская школа Еще не выпускала своих сильнейших игроков Следующий бой Вперед Студия болеет за Жлубину У нас третий бой Звери и птицы Любитель животного мира Кто у вас Даниил? От нашей команды пойдет Полина Я уверен что она может показать Показать лучший результат Полина я вас тоже верю Соберитесь Денис у вас Ну а от нашей команды пойдет Вика Из-за того что она у нас как птица Ой Полетели Вперед Звери и птицы Полина против Вики Этот зверь Всем зверям царь Фальстарт Фальстарт Ну что ж с вами Полина Лев Лев это правильный ответ Да Продолжаем Самый известный из так называемых Гнездовых паразитов у нас Это она Фальстарт теперь у вас Вика А у Полины есть шанс Кто у нас яйца в чужие гнезда подбрасывает Гнездовой паразит Тишина Не помнишь Зал Хором Три-четыре Кукушка Кукушка это правильный ответ Играем дальше Русский народ советует Не убив этого зверя Его шкуру делить не стоит Они дели шкуру не убитого медведя Отличный ответ Вика Тишина Это домашнее животное Первым оказалось на орбите в советском спутнике Собака Собака лайка Да Ну и заканчиваем тему Ну известная шутка Интернет Без этих милых домашних животных Ну не интернет вообще Так Без котов Без котов Без кошек Отлично 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 10-65 Гомель впереди Мы играем следующий бой Вперед Итак Имена и фамилии Тема четвертого нашего боя У нас как на плохом уроке Сегодня шумно в студии Итак Даниил Кто знает имена Кто знает фамилии В вашей команде От нашей команды пойдет Илья Хорошо Илья готовьтесь А у Дениса У нас имена и фамилии Лучше все знает Лера Итак Илья против Леры Вперед Илья 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 Иван Илья Илья Что за объединение такое? Семья. Семья, это правильный ответ, да. Это имя в русском языке отвечает на вопросы, какой, чей. Имя. Какой. Ой, тихо, тихо, тихо. Это имя прилагательное. Вот от страха забыли все, что только могли. После отмены крепостного права русские крестьяне как раз и начали получать их. О чем мы разговариваем, собственно? Тише, тише, спокойно. Сейчас я накажу капитана гумельской команды. Что же они стали получать-то? Они только... Все, все, все. Они стали получать фамилии. Теперь вы это знаете. Ну и заканчиваем, заканчиваем тему. Этот французский император умер на острове Святой. Имя? Женское имя, тихо, тихо. Богоматерь? Не совсем так. Имя я просил назвать. Богоматерь это не имя. Лера, будете отвечать? Нет, не будет, не рискнула. На острове Святой Елины вам это еще, наверное, предстоит узнать. 15.70, Гомель впереди. И мы играем последний, пятый бой дуэль игры. Вперед! Денис, кто остался у вас? От нашей команды пойдет наша тяжелая артиллерия Илья Киселев. Хорошо, Илья, приготовьтесь. Денис? Ну, а у нас и нет особого выбора. Артем Бараболкин, наш математик. Хорошо, Илья против Артема, вперед! Итак, напоминаю тему числа и буквы. Речь пойдет о числах и о буквах. Начнем. Они бывают целые, натуральные, положительные и дробные. Числа. Числа, все просто. Илья, ну, кнопку нужно сжать, а потом 5 секунд подумать. Продолжаем. Буква кириллицы «буки» означала эту современную букву. Буки. А какая же буква-то? Буки. Буки. Речь идет о букве «б». «б» – это «буки». Никому. Это часть речи, объединяющая группу слов со значением «количество». Надеюсь, что вы их уже учили. «Б» – да. Числительная. Прекрасный ответ, хорошо. Эти значки можно назвать буквами композиторов. «Б» – ноты. Ноты композиторы пишут не словами, а значками нот. Так называется число с одной единицей и шестью нулями. «Б» – да. «Б» – миллион. «Б» – миллион, и счет становится совсем разгромным в пользу Гомеля. 90-15, а у нас тест-игра. Жлобный, надеюсь, что на игре с вариантами вам повезет. Вперед играем! Итак, наше скоростное централизованное тестирование. Нажал кнопку, назвал один из трех вариантов и получил целых 10 очков. Даниил, кто готов у вас на тест-игре, объединенной общим цветом, красным? Все о красном будем разговаривать. Кто у вас готов? От нашей команды пойдет Илья. И снова Илья, Илья. Реабилитируйтесь. Внимание. Денис? Ну, а у нас мастер по тестам – это Вика. Итак, Илья против Вики, вперед! Итак, Суэцкий канал, есть такой канал, он ведет из Красного моря. А – Средиземное море, Б – Вандаманское море и С – в Желтое море. Итак, прошу, Илья. Средиземное. Средиземное плюс 10 очков. Наверное, видели вы на дорогах знак «Стоп» – многоугольник и четыре белые буквы – СТОП. Так вот, знак «Стоп» – запрет проезда без остановки – это белые буквы на красном. А – пятиугольники, П – восьмиугольники и С – девятиугольники. Да? Пятиугольники. Не, ну что же, пятиугольник, вот ты сама выйдешь, посмотри на знак «Стоп» где-нибудь. Осталось два варианта – восьмиугольник и десятиугольник. Восьмиугольник. Восьмиугольник, да, этот знак ничем не спутаешь. Илья взял пять очков на подборе. И счет стал 30-90. Играем. Красный круг, красный круг на белом фоне – это флаг страны. А – Китай, Б – Япония, С – Индия. Япония. Япония – правильный ответ. Вариант Б. Отлично, отлично, Вика. Красные кровяные клетки. Называются. А – эритроциты, Б – лейкоциты, С – фагоциты. Прошу. Фагоциты. Фагоциты – это немножко не то, это клетки, которые охотятся на разные микробы. Б – лейкоциты. Лейкоциты – это белые кровяные клетки. А красные – это эритроциты, теперь вы это знаете. И заканчиваем. Красные планеты в нашей Солнечной системе называют. А – Меркурий. Б – Марс. С – Юпитер. Прошу. Марс. И это 10 очков. Итак, 100 у гомельчан, 40 у Жлобина. Илья сыграл блестяще. Следующий бой. Ну, дорогие наши гости из Жлобина, дорогие наши хозяева гомельчане, подобрал я для слайд-игры, для игры с картинками, картинки с видами городов Гомельщины. Не так уже много у нас известных городов. А вот, ну, гарантирую, что Гомель и Жлобин там точно будут. Да еще и не по одному разу. Итак, кто будет угадывать, узнавать города? У вас, Данила. От нашей команды пойдет второй Илья. Второй Илья. Хорошо. Илья второй. Петр первый и Илья второй. Денис? Ну, а от нашей команды пойдет Лера из-за того, что тема города. Итак, Илья против Леры. Вперед! Ничего же от нее нужно. Начинаем с выигрывающей команды. Итак, начинаем. Лера, смотрите пять секунд на картинку, оборачивайтесь к микрофону, улыбаетесь миллионам телезрителей и говорите город. Мозырь. Мозырь. Прекрасно. Второй Илья. Посмотрите. Недавно вы на нем были. Бобруйск. Бобруйск. Понятно. А вы в какой, собственно, город приехали на вокзал сниматься, вроде пятерки? В Бобруйск? Нет. А Бобруйск это Гомельская область? Не знаю. Не знаешь. Вот теперь посмотри карту. Это наш Гомельский вокзал. Не узнали. Играем с вами, Илья. Жлобин. Ну, наконец-то узнал. Плюс 15. Лера. Красивые ворота, резные музеи. Нет, Лера? Спасибо. Илья? Нет. Нет. А вот это Ветковский музей народного творчества. Замечательный город Ветка. Илья, играем с вами. Илья. Что за город такой? Рогачев. Рогачев, да. Вот такой памятник сгущенки там есть. Лера, играем с вами. Светлогорска. Потрясающая эрудиция. Играем с вами. Название этого города вы уже произносили как-то? Мозырь. Это Мозырь, да. Лера. Полоцк. Ну что вы, Полоцк это Витебская область, простите, я не могу принять ваш ответ. Знаменитый город на Гомельщине, там вот Кирилл проповедовал. Туров. Туров, браво, Илья, да. 10 очков взял на подборе. Илья, играем с вами. Играем с вами. Ну вот, да, трудно. Знаменитая ратуша в одном небольшом городе. Илья затрудняется. Лера, может, вы знаете? Речица. Нет. Это знаменитая ратуша в Чечерске. Есть замечательный такой чудный древний город Чечерск. Лера, пожалуйста. Тишина. Гробовая тишина в студии. Что же за город такой? Понятно, Лера. Ну? Нет. Как нет? Читай. Тишина раз. Шлобин. Белорусский металлургический завод БМЗ. Это Шлобин твой родной. И последний шанс. Последний шанс. Тишина. Ну? Не знаю. Не знаю. Лера. Гомель. Это Гомель, да. Вот по дороге в 51-ю гимназию стоит вот такой Гулливер. Илья, вы совершили чудо. Счет был разгромлен. Сейчас вполне-вполне. 110 у вас, 125 у ваших соперников. Равная игра. Вперед! Сморкин! 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 Итак, внимание. Пятая школа города Жлобина против 51-й гомельской гимназии. 110-125. Решающая риск играть со штрафом. Кого отправляет в бой? Даниил Супрун, капитан Жлобинской команды. Я рискнул. Рискнет. Хорошо. Кого пустит как секретное оружие в последнюю секунду? Денис. Я так понимаю, у нас сейчас будет капитанский бой. Сморкин! 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 Если вы нажали на кнопку, то будете по-любому отвечать. Отведите правильно. Плюс 20. Промолчите, нажав на кнопку. Или неправильный ответ. Минус 20 очков. Но можно просто не жать и пропустить вопрос. Если вы не уверены. Начнем. Это знают все. Так называется крупнейший естественный спутник Земли. Прошу. Луна. Луна, конечно. В общем-то, вы не совсем правы. Есть маленькие еще спутнички в точках Лагранжа. Но самый большой, это, естественно, Луна. Плюс 20. Играем. Первые и вторые. День международной солидарности трудящихся отмечают первого числа этого весеннего месяца. Первого мая. День труда. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжаем. Звери и птицы. Звери и птицы. Эти птицы прилетели на знаменитой картине Саврасова. Дело весной, птицы черные. Тоже у нас прилетел из южных стран. Есть такая чудная картина. Грачи прилетели. Одна из классических картин русской живописи. Теперь вы это знаете. Ну и имена и фамилии. Внимание! В русской грамматике есть две категории имен. Есть имена нарицательные. Ну, типа стол, диван, студия, ведущий. А есть имена какие? Прилагательные. Минус 20, к сожалению. Я промолчу. Промолчи. Лучше промолчи. А есть имена Даниил, Денис, Вика, Полина, собственные. Вы ведь это знали. Перед последним вопросом 130 выводит свою команду вперед Даниил. И 125 у неосторожного Дениса. Заканчиваем. Числа и буквы. В советских школах это число было высшей оценкой. Пять. А я ставлю вам десятку. Браво! Молодец! Итак, смотрим пятерку, получаем десятки. Вот этот наш замечательный девиз, этот наш эрудитский мем в действии. Смотрим пятерку, получаем десятки. На последнем вопросе Денис вывел 51-ю гимназию вперед, но студия не устает аплодировать и одной команде, и другой. Пятая школа Жлобина не посрамила у них серебряные медали, второе место в этой битве титанов. Наша уникальная игра пятиклассников. Кто сказал, что младшие не умеют играть в интеллектуальные игры? Играет, да еще с каким азартом. А самое главное, они играют, вы смотрите, потом смотрят снова они, и все мы вместе смотрим нашу пятерку, а получаем десятки. Играем! Субтитры подогнал «Симон»!